Здравствуйте, друзья! Привет с дивана! Давайте посмотрим, чем жили заполярные соцсети на уходящей неделе. Неделя выдалась довольно спокойной, и, слава богу, катаклизмы как природные, так и медицинские нас обошли, поэтому сегодняшний наш обзор будет практически полностью посвящен курьезам. И, пожалуй, самым громким курьезом на уходящей неделе стала продажа в Мурманске на Авито ни много ни мало волос Виктора Цоя. В числе прочих источников о необычном лоте рассказывает нам паблик «Полуостров 51» ВКонтакте. Ну, что ж, я всегда знал, что культ группы кино имеет глубоко религиозный характер, а вот и первые мощи появились. Уверен, что покупатель обязательно скоро найдется, если еще не нашелся. Далее о других чудесах. На этот раз о чудесах не человеческой наглости и фантазии, а природы. Это не кусок раскаленной лавы, как кажется, а минерал под названием гакмонит. Он встречается в том числе и у нас в Лавозерских тундрах. Под воздействием солнечных лучей гакмонит меняет цвет, в том числе и вот, как видите, даже вот так вот довольно радикально. Никельчане тем временем сетуют на то, что знаменитая надпись «Голливуд» на одном из выжженных выбросами комбината склонов рядом с поселком уже совсем развалилась. Ну, спасет этот замечательный артефакт, думаю, только добрая воля волонтеров. Хотя на месте местных властей я бы выделил хотя бы немножко денег на его восстановление. Все-таки, как-никак, достопримечательность, причем достаточно яркая. Еще одна достопримечательность. На этот раз в Кавдоре сотрудники Кавдорского ГОКа сварили 30-килограммовый железный скворечник. Об этом сообщает паблик «Заполярная вертикаль». Ну, что тут скажешь, «Заполярные птицы настолько суровы, да?» Ну и напоследок, как обычно, как у нас уже повелось, вдохновляющий ролик. Ролик был снят в начале этого лета в Хибинах и демонстрирует, как на самом деле нужно проводить лето на Кольском приостове. Готовьте лыжи летом и будьте здоровы!